Всем привет ребята, с вами снова Терминатор и вы снова на канале TheGameReviews. В начале 90-х в мировые прокаты выходят первые мировые киноблокбастеры с использованием качественной компьютерной графики, такие как Терминатор 2, Парк Южского Периода и другие. В видеоигр прогресс тоже коснулся и вот в 1993 году выходит одна из самых значимых и влиятельных в этой индустрии игр – Doom. Это слово можно перевести примерно как «неизбежная гибель». Кстати, немного о Терминаторе 2, а точнее о том, какое вообще отношение имеет этот фильм к созданию игры Doom. Дело в том, что фильм Терминатор 2 создал Джеймс Кэмерон, он же был режиссером фильма «Чужие», где были битвы людей против инопланетных тварей на неизведанной планете. Так вот, по признанию главного разработчика игры Doom Джона Кармака, стиль игры был навеян фильмами «Чужие» и «Зловещие мертвецы 2». Поэтому, в принципе, Джеймс Кэмерон немножко даже как-то повлиял на создание этой игры. Итак, это шутер от первого лица, разработанный компанией ID Software. Игра Doom заставила весь игровой мир шевелиться и переходить на новый уровень. Она произвела фурор для своего времени и, хотя была разработана на основах игры Wolfenstein 3D от этой же студии, Doom все же выглядел гораздо сложнее. Более детально проработана графика, эффекты киней, различные этажи с лестницами, эффекты освещения там и так далее. Все это создавало впечатление реального перемещения по трехмерному пространству. В этой игре мы играем за безымянного солдата космического спецназа, которого отправили на Марс. Выясняется, что Объединенная Аэрокосмическая Корпорация в своих лабораториях на ФОБОСе проводила эксперименты по телепортации. И что-то там дало, в общем, сбой. В итоге через врата полезли какие-то адские твари, а не вовсе телепортация какая-то, которые убили весь персонал и превратили всех сотрудников в непонятных существ. Самым важным было движение. Чтобы выжить, нужно быстро бегать. Постоянно на бегу уничтожать толпы демонических тварей, искать аптечки, броню, патроны, скрытые комнаты, ключи. И все это под выстрелами и ударами зомби и всяких там прочих монстров злобных. Нам нужно было очистить от монстров ФОБОС, Деймос и сам Марс, и поскорее убраться из этого ада. В 1994 году вышла вторая часть. В ней наш главный герой возвращается на Землю и обнаруживает, что Земля уже тоже заполонена монстрами. Нам предстоит уничтожать адские полчища и в итоге пройти через портал прямо в ад. Там нужно было уничтожить главного демона, тем самым прекратив вторжение в наш мир. Геймплейным отличием от первой части было то, что вся игра это один большой эпизод с уровнями, которые нужно было проходить последовательно. Также тут имелись периодические текстовые сюжетные вставки. В 2000 году, после длительных конфронтаций внутри компании ID Software, сразу после окончания работы над Quack 3, командная арена именно имеется в виду, началась работа над Doom 3. В 2001 году первые результаты были показаны на выставке Macworld Expo, а в 2002 на E3. В ходе этой выставки был показан 15-минутный деморолик, который принес авторам 5 наград, в пределах, конечно же, этой выставки E3. А после этого альфа-версия игры была, вроде как случайно, помещена на одном из дисков компании IT, для демонстрации способностей их видеокарт. Эта альфа-версия быстро распространилась через интернет, после чего ID разорвала контракт с IT и в партнеры взяла NVIDIA. Разработка была завершена аж к 2004 году, и за день до официального выпуска ее снова нелегально выпустили сторонние группы в интернет, где она стала самой быстро нелегально распространяющейся игрой всех времен. По сути, третья часть это ремейк Первого Дума. Сюжет тут схож, вы играете за солдата, присланного на Марс, для работы охранником в Объединенной Аэрокосмической Корпорации. Также тут нужно было уничтожать монстров всяких разных там, но сама атмосфера в игре была в стиле хоррора. Сами битвы стали не такими динамичными, как в Первых Думах. Тут большинство локаций темные, и игрока постоянно пытаются напугать внезапностью выскакивающими там монстрами, потуханием света на локациях, помещениях. А также игроку постоянно приходилось выбирать, достать ли ему фонарик, чтобы осветить помещение и увидеть своего противника, либо держать в руках оружие, тем самым не видя практически вообще противника, и стрелять иногда приходилось просто вслепую. Эту игру назвали самой страшной игрой всех времен. Она скорее зомби-хоррор, и хотя тут были те же самые адские врата и все такое, но вот это превращение в зомби выглядело как минимум странно в сеттинге Дума. Но все же, за счет того, что игра была на тот момент одной из лучших в плане графики и динамического освещения, в реальном времени, она была очень популярной и многие играют в Дум 3 до сих пор. Это важный этап развития игр, однако хотелось большего все равно. Хотелось меньше всякой вот этой болтовни с персонажами и больше экшена, больше рубилова, чтоб как только появился на локации сразу в бой. А в Дум 3 до первого боя надо прилично побегать по коридорам, поболтать с разными людьми, собирать всякую никому не нужную информацию на свой КПК. В общем, слишком затянута начинается игра. И вот в 2007 году на мероприятии QuackCon Джон Кармак намекнул на разработку игры Doom 4. Официальный анонс состоялся в 2008 году. Так как Doom 3 был своего рода ремейком первого Дума, и в нем намек был на то, что монстры могли попасть на землю, было предположение, что Doom 4 будет ремейком второй части Дума, и действие игры будет происходить уже на земле, а сам геймплей вернется к оригинальным играм. Многим в третьем Думе не хватало диких скоростных пробежек с перестрелками. Игра была более размеренной и вдумчивой, чем первые две части. Поэтому четвертую часть ждали с нетерпением истинные фанаты первых Думов, которые до сих пор играют в моды первого-второго Дума. Разработка четвертого Дума велась с 2008 по 2013 год, и вообще без каких-либо официальных пресс-релизов. Основными сведениями по разработке, доступными в этот период времени, являются лишь интервью и заявления Джона Кармака и Тодда Холлэндсхеда. Тем временем, в 2009 году студию ID Software купила компания Zenimax Media, и издателем всех будущих игр стала студия Bethesda Softworks. Одновременно шла разработка игры Rage, и как только в 2011 году игра была выпущена, все силы были брошены на разработку Дума. И как раз примерно в это время разработка была начата полностью заново. В 2013 году Кармак ушел из ID и перешел в Oculus VR. В апреле 2013 года была опубликована разоблачающая статья, в которой говорилось, что Дум пострадал от безответственности, и игра должна была рассказать о появлении ада на земле, а сам сюжет по духу походил на Call of Duty. Версия Дум 4 была названа посредственной, разбитой и беспорядочной. На той версии было высказывание, что у каждой игры есть душа, у каждой игры есть дух, а у Дум 4 нет ни того, ни другого. В феврале 2014 года стало известно, что игра Дум 4 полностью переработана, и теперь она называется просто Дум, что свидетельствует, что это уже не продолжение, а именно второй перезапуск. Многие уже и не надеялись увидеть нормальный старый добрый Дум, говорили, что главная проблема разработки в том, что приходится конкурировать с Battlefield и Call of Duty, ибо большинство игроков подсели на эти казуальные серии, и с ними тяжело как-то конкурировать. И после всего этого ада наяву, 13 мая 2016 года, Дум наконец-то вышел. И, пожалуй, ожидание того стоило. На мой взгляд, это лучший фантастический боевик, не побоюсь сказать, всего десятилетия. Никакой цензуры, никаких памперсов и нянек, никакого самовосстановления здоровья. Это быстрый, стремительный, безбашенный космический шутер от первого лица, который заставляет пульс учащаться. И двигать головой, как бы помогая персонажу оглядываться, как делали в первых популярных шутерах от первого лица. Может быть, кто помнит, что и мышки выдирали там с корнями, и клавиатурами дергали, и головой пытались сами заглянуть за угол. Вот тут все это возвращается. Эта игра не дает тебе задумываться над чем-то. Все, чем занята ваша голова, это не дать себя убить. Для этого вам приходится носиться из угла в угол, вертеть головой на 720 градусов, отстреливать адских тварей, постоянно искать патроны, аптечки, ключи и пути отхода, расшибать бошки врага в стену, проламывать черепа кулаком и вырывать у них хребты. Это игра для настоящих фанатов серии Doom. Кстати, первые два Doom'а я проходил на PlayStation 1 и прошел обе части на самом высоком уровне сложности. По-моему, он там просто кошмар назывался, если я сейчас не ошибаюсь. Это действительно триумфальное возвращение того самого Doom'а, но с новой отличной графикой, с супербыстрой динамикой, мощным оружием, взрывами и удивительными красотами, казалось бы, без жизненного Марса. Ребятам из Capcom стоит поучиться, как надо возвращать свои старые легенды к жизни. Итак, что же нового мы увидели в новом Doom'е? Во-первых, тут нам доступен ближний бой, то есть не просто удары кулаками, а именно, вот как я сказал выше, выдирание там всяких хребтов, разбивание голов и так далее. То есть, если даже у вас нет патронов, можно подойти и врезать врагу кулаком или размножить его голову, облиц стоящие какие-то объекты интерьера. Кровь, мясо, пламя и кишки, все это тут, чего так давно вообще все ждали в играх, и чего так давно не было, потому что многие игры сейчас рассчитаны на широкую аудиторию, там, включая детей, соответственно, которых сейчас большинство среди геймеров. Вот эта игра как раз таки для тех оставшихся людей, которые не любят последние всякие Battlefield'ы и всякая вот эта прочая ерунда, тут доступен прыжок с взбиранием на высокие объекты, на локации можно находить тайники с патронами, аптечками, там, броней, всякое такое, в общем, все, что необходимо для игры. Снова нужно искать ключи доступа к определенным дверям, исследования и моддинг оружия, объемная карта уровня и так далее. Как обычно, тут нам доступно несколько видов оружия, в том числе бензопила, дробовик и, конечно же, БФГ. Звуки, музыка, атмосфера, пыль на поверхности Марса, темнота в помещениях, демонические вторжения, невероятная сложность прохождения в режиме кошмар, с которой справится далеко не каждый. Нельзя остановиться вообще ни на секунду. Если хочешь получить по голове и быть пораженным огнем, то можешь стоять. Во всех остальных случаях лучше бежать все время. Это просто Формула-1 в мире шутеров, я бы так сказал. Самый быстрый и стремительный, наверное, из всех, что я вообще когда-либо видел. Доступен сетевой мультиплеер, одиночная сюжетная кампания и режим создания собственных уровней. Но лично мне больше всего нравится только именно сюжетная кампания. Мультиплеер как-то так слабоват. Мне кажется, напоминает он очень сильно Quake 3 какой-нибудь. Но Quake 3, он и есть Quake 3, зачем из думы делать снова Quake 3, не сильно понятно. Поэтому всем советую лучше поиграть в одиночную сюжетную кампанию. Игра поддерживает графический API OpenGL 4.5 и Vulkan. Последний, кстати, перестал у меня работать, как только вышли февральские драйвера для Родиона. На драйверах версии декабря 2016 игра просто летала на вулкане. Кстати, на моей системе, видео, которое есть на моем канале, на вулкане с полностью ультра-настройками, с максимальным сглаживанием в разрешении Full HD, игра выдавала 170 фпс. Но, к сожалению, записать ее никак не получалось на вулкане. И удается это сделать только на OpenGL. На нем вместе с записью игры выдается где-то в среднем 80 фпс. Без записи около 125. В общем, жду от Родиона хотфикса, чтобы драйвер Vulkan нормально работал в думе. Конечно, видео на заднем плане, сейчас вы видите, это лишь 30 фпс, но именно само видео. То есть игра там у меня шла где-то 80-90 фпс, но видео в 30 фпс. Ибо запись игры нормально удалась только в программе XSplit. И так как у меня бесплатная версия, там стоит ограничение на запись и watermark в левом верхнем углу. То есть в бесплатной версии можно не больше 30 фпс, и вот этот watermark постоянно мелькает XSplit. Ну, не мелькает, в смысле, а показывает. OBS-ом эта игра вообще никак не соглашалась записываться. Там записывалось только звук, в общем, а видео стояло просто на месте. Один кадр останавливался, и все. Как бы я ни старался, как я ни мучился, никак OBS-ом не удается записать ее. В целом игра отлично оптимизирована, и в минимальных требованиях у нее стоит видеокарта GTX 670. Однако, как я только приведу в порядок свою старую пекарню, я попробую запустить Doom и на ней. Мне все же интересно, как поведет себя старый проц, и не менее старая видеокарта в этой игре. Конечно, рассказывать об этой игре еще можно много, но я думаю, что тот, кто действительно интересуется тематикой игр Doom, тот уже давно и сам поиграл в эту сумасшедшую стрелялку. Если вы любите первые части Doom, и если вас напугал Doom 3, то вы никак не можете пройти мимо нового Doom'а. И это вовсе не Doom 4, это действительно просто Doom, потому что тут никакого продолжения, тут все с самого начала, по старой схеме, но с новым чумовым стилем. Очень порадовали меня ребята из ID Software, которые меня давно уже ничем не радовали, кстати говоря. И скоро выходит новый КВЭК, обязательно будем поиграть и в него. На этом у меня все, лайк, дизлайк, подписка, отписка. Всем спасибо за просмотр, с вами был Терминатор, всем пока.